Всем здравствуйте! Это новости Турции. Кто впервые открыл подобное видео на YouTube, я вам напомню о том, что я просто блогер, это мой личный блог. Я живу в Турции, перевожу на русский язык новости, что у нас здесь происходит в стране. Это социалка, экономика, вообще, в принципе, как живут люди, о чем они думают, их настоящее мнение и реакция на что-либо, на какие-то события. Я не истина в последней инстанции, без какой-то претензии на профессионализм или журналистику. Так что давайте приступим. Итак, у нас куча всяких праздников. Конечно же, у нас закончился месяц Рамадан у мусульман. У нас четыре дня в этом году праздников. Это четверг сокращенный был день у муниципальных работников, частные компании, некоторые работали, но вообще это четверг, пятница, суббота и воскресенье. Четыре дня выходных. Как всегда, у нас огромные пробки, выезд из города. Стамбул как бы сам по себе и крупные города не пустеют, но наполняются дороги, провинции все. Принято в этот праздник накрывать столы, поздравлять своих родственников, встречаться со своими семьями, с близкими, родными, проводить в кругу семьи. Как всегда, в такой праздник в Стамбуле, в Измире и в Анкаре у нас бесплатный государственный транспорт. Это автобусы, метро, вапуры, если есть такое паромное сообщение, например, как в Стамбуле. Ну, в общем, трамваи, вообще все виды муниципального городского транспорта, они становятся бесплатными на все праздничные дни. В Стамбуле очень много арабов приезжают именно мусульман из других каких-то стран отмечать и вообще побыть в мечети, походить и так далее. Они все исторически старые, древние. Соответственно, очень много людей. Я хочу отметить, что год от года люди в Турции, здесь сами турки, не делают выводы, не учатся на своих ошибках, потому что на второй день Байрама. Я вам, кстати, оставлю видео, постараюсь их добавить, в монтаже прикладывать, да, но из-за авторских прав YouTube их может заблокировать. Поэтому, если видео вышло, а вставок новостей нет, видеофона, значит, мне пришлось видео перезалить и удалить их из-за авторских прав. В общем, как получится, но я постараюсь вас тоже информировать. Так вот, настолько было столпотворение туристов на Султан Ахмед в центре, и у нас плюс еще фестиваль тюльпанов в Стамбуле идет, заканчивается к концу апреля. На имени Ню остановился трамвай, потому что там была давка, люди давили друг друга. И Мармарай в опоры тоже сместили свое время, были задержки, потому что огромное количество людей в опоры были перегружены. Ну, окей, как бы, понимаете, здесь не только туристы, но здесь еще и местные жители. И об основном в Стамбул приезжают, конечно же, к родственникам из провинции откуда-нибудь повидать, заодно и город посмотреть, и туристам тоже побыть. Я и говорю о том, что каждый год одна и та же история в эти праздничные дни. У нас либо огромные многочасовые пробки на выездах, подъездах к городам крупным, если Байрам выпадает на летние месяцы, то это в туристических зонах курортных, типа там Анталия, Мармарис, Бодрум, Фетхея, все там, отелей нет, ничего нет, там нигде не припаркуешься, не встанешь, ничего, нереально просто. И вторая крайность, если вот это еще не супертеплое время, то это в культурные места люди едут в Стамбул, Анкара, Измир, походить, погулять, в музей посмотреть, архитектурой понаслаждаться, ну, заодно и бесплатно транспортом попользоваться. Если мы говорим про внутренних жителей, да, в городе, вот сейчас в Стамбуле местные, по крайней мере, мои знакомые, стараются, конечно, в общественные места куда-то не ехать сейчас, потому что, ну, действительно, очень много людей, опасно, не забываем, что с ноября на такси были теракты, поэтому странно, страшно, не очень приятные такие ощущения, вдруг что-то произойдет, ну, мало ли, всякое бывает, такое скопление людей, то есть из местных, как бы, обычно, горожан, кто в городе живет, люди стараются в такие публичные места не выходить, обычно все, конечно же, породняк, рост. Вчера в Нурдагы президент выдавал ключи от деревенских домиков, которые построили для людей, пострадавших, которых разрушилось жилье во время землетрясения. Это в провинции, то есть они в большом городе, это частные дома им построили, там идет одноэтажные, естественно, дома, небольшая территория по земле, и минимальный набор какой-то бытовой техники или интерьера дивана, кровати, там, не знаю, словно стол, стулья, кухню, конечно, сделали, плита газовая, машинка стиральная, такого плана. Вот эти прекрасные видео разлетелись по интернету, вручали ключи, но общество здесь внутри жителей, они разделились на два лагеря. Первое, это, ну, большинство, естественно, все, конечно же, рады тому, что люди будут жить не в палаточном городке, непонятно как, и без каких-то вообще социальных условий. Второе, вторая точка зрения о том, что два с половиной месяца строились эти дома. Есть вопросы у людей к качеству этого строительства, к этим домам. И здесь мы не говорим не только про возможные когда-то еще землетрясения, опасности землетрясения как таковой нет, но вообще к качеству застройки, к качеству бетона, материалам, которые использовали, скорость вот этого строительства. В общем, это может быть зимой, например, холодные дома, то есть не забываем, что на территории землетрясения ночью зимой ночные температуры минусовые, то есть там зима, снег выпадает, то есть это не супер какие-то летние домики должны быть тоже, да, отопление и все прочее. Из таких позитивных, назовем так, новостей, напомню, что в первомайских праздниках 1 мая открывается паром из Сочи в Трабзон. Из-за тоже таких территориальных моментов, которых давно не было, что-то было закрыто, Никола Пашинян высказался публично о том, что они выделяют, не помню, сейчас скажу, какую сумму, но она уже говорена из бюджета, на оборудование устройства КПП пропускного пункта на границу с Турцией. То есть будет открыт, будет создан пропускной пункт Армении и Турции. На данный момент пока что идет разговор о пересечении границ граждан третьих стран, то есть украинцы, россияне, там грузины, еще кто-то вокруг, кто живет, могут пересекать эту границу, представляете, сократиться как путь. Это удобно, да, если кто-то на машине едет, будет ехать. И для каких-то послов, государственных служб и тому подобное, то есть для официальных каких-то лиц. В прошедший четверг, в первый день Байрама, были очень сильные дожди в Адане, у нас сошел сель, топило улицы, проезжие части и водой смывало машины. Ну не так сильно, конечно, как было наводнение, подтопление в зоне землетрясения раньше, месяц еще назад, но тоже это нарушило работу города, жизни, заводы, фабрики, магазины не открылись. В общем, был торнадо и ураган прямо на территории палаточного городка, где живут люди, пострадавшие от землетрясения. Многие палатки просто срывало, перемешивало вот так, это был прям торнадо. Очень сильные потоки ветра с грязью, с песком, естественно. Это вообще нечто. Вы не представляете, пострадало больше 30 человек, которые были госпитализированы. Один человек вообще погиб. То есть повреждения были нанесены вот всякими предметами, бетоном, заборами и всем прочим, что выкорчевывало ветром во время торнадо и урагана, и люди пострадали от этого, были травмированы. Естественно, что это просто в голове не укладывается. За последние три месяца люди пережили землетрясение, потеряри родных и близких, всю свою прошлую жизнь, имущество, у них ничего нет. То есть в палатках остаются жить те, у кого нет денег, нет на счетах ничего или не позволяет их положение, ничего не осталось, каких-то накоплений не было. Я имею в виду онлайн, в банках, на карточках еще где-то. Не можешь позволить себе аренду какого-то жилья. То есть это люди финансово незащищенные совсем. И было наводнение, а сейчас вот у нас тут ураганы, и все это снесло, кто-то погиб, но это просто какой-то тарышный кошмар. Поэтому, возвращаясь к предыдущей новости про дома, о том, что их дают ключи, неизвестное качество застройки, вот поэтому многие, конечно, рады, что хоть что-то есть, хоть какая-то крыша над головой. Но вопрос качества постройки — это уже вопрос вторичный, из этого вытекает. Ни оппозиция, ни правящая партия особо не пытаются спекулировать на пострадавших от землетрясения. В те районы особо не ездят суются. То есть официоз официальный. Людей выбирают на видео, кто присутствует в новостях этих, когда записывают лояльных, назовем так, еще каких-то. То есть кто гарантию не даст, что в прямом эфире или на камеру не начнет протестовать, кричать, ругаться и так далее. Потому что народные массы на волнение вот такие. И вот этой активной игры на пострадавшей территории, конечно, сейчас предвыборной кампании ни одна из сторон вообще этим не пользуется, потому что там очень довольные люди. Воспользоваться этой ситуацией практически в свою пользу, как-то себя хорошо показать невозможно. Средняя стоимость дома, именно не квартиры, а дома в Турции за март месяц по рынку сейчас 2,3 миллиона лир. Это 119 тысяч долларов. Да, там есть земля, как правило, это дюплекс двухэтажный или триплекс дома, но квадратных метров там не очень много обычно. Они такие узенькие, высокие дома, 2-3 этажа, с неогромной супертерриторией. Средняя стоимость частного дома сейчас в таком хорошем состоянии, это 119-120 тысяч долларов жилье сейчас стоит. Это среднее по стране, среднее арифметическое брали. Конечно же, там люди дороже, и в провинции будет гораздо ниже цена, будет большая разница, но это было среднее по стране. Еще такой закон выходит о том, что молодожены сейчас, кто заключает брак, они могут брать себе кредиты в районе 150 тысяч лир, беспроцентные, с возвратом, конечно, но без процента от государства, для того, чтобы начинать свою жизнь. Очень часто же это обустройство дома, бытовая техника, все прочее. Обычно это делают все родители, приданные это собирают, но так как очень тяжело с деньгами, инфляцией и все прочие моменты, семей брать только кредиты остается, так что теперь эти кредиты, именно для оформления молодоженам, не их родителям, а самим молодоженам, под их, скажем так, фамилии, это сейчас будет беспроцентно, вот сумма 150 тысяч лир. По поводу денег хочется экономику затронуть, хочу обратить на ваше внимание, кто в Турции находится или кто поедет в отпуск в мае месяц, после выборов, выбор у нас 14 мая. Хочу отметить, что сейчас на Бианс уже 10% разница у нас идет по курсу валюты долларов к лире, это 2 лиры. Что происходит? Вообще сейчас идут разговоры, официального подтверждения этому нет, но очень многие по бирже, видно по Биансу, что на данный момент искусственно сдерживается курс доллара перед выборами, для того, чтобы и так не расстраивать, скажем так, люди, они были недовольны. Но когда произойдут выборы 14 мая, и если победит правящая партия с Эрдоганом, есть домыслы о том, что курс лиры будет 23 лиры доллар, 25 даже, кто-то вообще до 30, но это, конечно, фантастика, но по факту где-то на 5 лир может вырасти реально курс доллара к лире. Поэтому, кто хотел, планировал купить валюту в Турции, делайте это до 14 мая, пока еще держится официальный курс. Кто планировал покупать жилье за доллары, естественно, в валюте в Турции, покупайте до 14 мая, потому что потом у нас курс, если это огромная покупка и большая сумма, конечно же, это будет существенная разница. Постарайтесь закрыть свои сделки, какие-то покупки. Ну и, естественно, по жизни продукты питания иностранные, 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 там, не знаю, дайсоны, пылесосы, телевизоры, бытовая техника и все прочее, прочее, что иностранное, везенное в страну и зависит от доллара, оно все тоже подорожает. И давайте немножко новостей криминала напоследок, как у нас всегда это бывает. В городе Денизлит женщина-турчанка напала, пришла домой, скажем тогда, напала на любовницу своего супруга, гражданку Узбекистана, которой он ушел от своей супруги. И, как я поняла, они родили уже с любовницей этой новой женщиной, узбечкой, он родил ребенка. Она пришла к ней домой, и у нее была в руках кислота, она напала, но кислотой она получилась так, что облила ребенка двухмесячного, который попал, естественно, в больницу. Дальше эта новость не развивалась, то есть вроде бы как ребенок, да, выжил с ожогами остался, женщину, конечно же, сразу взяли под стражу. Вообще эта ситуация была, ну, крайне вообще, просто шок. Двухмесячный ребенок, он-то, блин, здесь при чем? Люди были крайне тоже, скажем так, знаете, общество, назовем так, разделилось на, можно сказать, понимающих следствия, что почему, и винивших. Но честно, да, все понимают, до какого состояния была доведена эта женщина и пошла на, скажем так, преступление. Неважно, ребенок это или ее оппонентка, но она пошла на преступление, которому заранее подготовилась. Но в большинстве, конечно, люди все все равно понимают, почему произошло, но надо себя держать в руках и не творить такое бесчинство, преступление идти на это. И то, что пострадал ребенок, это просто подвело черту, да. Люди, конечно, нас же осуждают, так поступать нельзя. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал свежих новостей о Турции. Обязательно подписывайтесь, там все самые свежие новости о Турции каждый день. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев, мне все это очень приятно читать. Скоро увидимся, всем пока!